На эту встречу не печатали пригласительных билетов. Имя Высоцкий, память сердца собрали жителей села Успенское в воскресный вечер в Доме культуры. В затемленном зале проникновенно звучит песня «Уходите». Уходите, вы часто без спроса уходите Свой превращайся в дальнюю вашу страну Елена Борисова, ведущая вечера, называет имена наших современников, которые ушли на исходе 2017 года. Задорнов, Вростовский, Ведерников. Будем помнить о них, как об Исоцком. Тему памяти продолжает Владимир Шкунов в песне «Падали звезды». Самому Владимиру Семеновичу жизнь отпустила всего 42 года. Но сегодня он здесь, в этом зале, в песнях, в стихах, в его честь. Руководитель Литу Парнас Ольга Сорокина вспоминает, как в студенческие годы в общежитии МГУ на катушечных магнитофонах впервые услышала его рвущую душу песни, не зная толком имя автора. Сегодня члены Союза писателей России Татьяна Федорова и Николай Бакушин создали свой поэтический образ легендарного бунтаря. Ату его, ату, 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 чтобы он пал прилюдно на колени за то, что он услышал сердце стук ушедшего и новых поколений. Ату его, ату, ату, ату. Его давно на свете нет, певца мятежного, живого. Но по прошествии всех лет звучит в народе его слово. Он жил с надрывом, как и пел, на тяжком вздохе и на грани. И все же многое успел, как воин пав на поле брани. Экс-редактор районной газеты «Новые рубежи» Василий Рыжов приехал навстречу из Воронежа. Привез с собой газету за 4 февраля 1982 года, где опубликованы стихи Высоцкого и статья поэта из Кубинки Игоря Дьякова без страховки. К тому времени уже была издана книга стихов «Нерф», и сам автор ее ушел из жизни. И Рыжов, не задумываясь, поставил свою подпись на газетных листах печати. Его не уволили. Но за публикацию статьи, имеющей тенденциозные и клеветнические выпады против советской власти, дали строгий выговор с занесением в учетную карточку. На экране Марина Влади, жена Высоцкого. Это ей он писал «Я жив, 12 лет тобой и Господом храним». На сцене лауреат международных конкурсов Вероника Познякова. «Я дышу, и значит я люблю, я люблю, и значит я живу». И как бы в ответ поэту звучит «Я несла свою беду» Елена Борисова, руководитель творческого объединения «Праздник». Он жил на грани, душа нараспашку и сам на краю. Майор с запаса Валерий Веретенов, предпочитающий тяжелый рок, однажды выручил Высоцкого. Был это в 1975 году в Смоленске, где лейтенант проходил службу и руководил ансамблем «Эксперимент». Тогда эпоха звездной славы еще не наступила. Он ехал в Варшаву к Марине Владе, и около гостиницы его Мерседесом воровали, украли гитару, документы и деньги в сумке. Он был своим охранником в Физуле, такой интересный нерусский человек был. Я говорю, чем помочь? Деньгами? Он говорит, нет, давайте дадим концерт один. Билеты были по условным ценам, и вот два дня давали концерты, собрали достаточно нормальную сумму, а за это время хулиганы местные в Смоленске, к вечеру вернули ему гитару, притащили этих воровайок, и в том числе и документы, и там какие-то деньги. И вот одна из песен, которая мне попала в душу тогда, она только родилась. Час по мне ленивы конь, час по мне ленивы. Свою лепту в венок любви и памяти внес и Михаил Коломеец, исполняющий обязанности директора Дома культуры. Он написал музыку и исполнил песню о друге. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова